привет находимся моля гуляем сейчас пойдем что-то поедим два часа дня мы ничего не ели дороге были вот sunglasses hot to see that what а ческейкс yeah but one day you remember we stay online we we could not go okay пошли бергер сон лирой маке ческейк factory называется ресторан сырный сырный пирог сырный торт фабрика называется ресторан вот так называется по-дурацки ну там бергеры в основном я когда-то была но я не помню поэтому фазман вот хочет меня все время туда сводить и не как full of people right вот люди сидят он ждут слове там внутри когда их посадят полно народу у нас сегодня суббота поэтому суббота двадцать на на 2 мая и в субботу конечно народу много в таких местах собирается мэн сникерс сникерс это кроссовки чтоб вы знали вот эти конфеты сникерс это слово кроссовки обозначает понятно короче вы едите обувь то если еще кроссовки не новые они свежие да то вы едите такие ношеная кроссовки другими словами вот вот эти в центре которые ну например вот эти с игрушками тогда в центре айландцы называются острова ну так в торговле называются что айланд горит я у меня есть до моли там например да они часто вот видите здесь нету пустой на на в ренту стоит они часто меняются людьми то есть то такое то этот там его взял в аренду то это не то что часто ну год там просто или так но зато магазина вокруг никогда и а футкорта но зато это арабия фильм этот компания нефтяные нам это а но зато магазина вокруг никогда не меняются они просто вечная по 40 лет вот эти вот чикас эти миссис дилерс то есть во многие времена то есть на все времена но если за дай полча раут вот так вот и меня должна это тащить а вилду я дарил полюа он не отпустил этот эти самые он же не умеет мой кататься он же сыну я миш с юга здесь они не умеют кататься ну как то но можно конечно вот такие какие-то да и тогда наверно найти было когда он был маленький но что-то он не умеет ни разу на них не стоял и на лыжах тоже не знаю стал не стоял надо спросить но он не имеет когда сказал вот ты меня будешь так тащить я умею на коньках кататься но люди когда что-то было последний раз я вам установилась на коньки мне было может куда 22 на катке как мы в этом холоднючем парке а здесь внутри моля вот а еще а вот этот эру я а я я думаю я думаю что это комфортабельно я знаю но там же автоматическое туда-сюда он говорит я говорю она не комфортабельно лежать комфортабельно в америка имеется ввиду удобно 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 я говорю он горит там же автоматик что вы хочешь привести госпиталь госпитали до больницы на английской больницу горит домой с этими креслами я не хотела бы нет можно автоматическое ничего на телевизор смотрит он помочь или найса панель ты хочешь т.в. ты хочешь т.в. ты хочешь т.в. ты хочешь т.в. здесь эти какие-нибудь всякие разные заколки приколки крабы эти такие не наши очень большие на голос смотрю кого такая голова сколько волос есть головы крупные это не значит что они умные но есть крупные вот Ханька Виночки Пошли, Ханечка Закол волосы Хани, для твоей жены С этим синим отливом Синим отливом Так, в фудкорт мы пришли Сейчас мы будем кушать Ой, Ханька Хани, у нас есть суши здесь Но суши, может быть, нет Я говорю, в Джапан Вон, you see Japanese place Суши, straight ahead Japanese place Саку, да Сакура, короткое слово Там буква R не произносится А это Дринки Нудлсуп у них есть Ну, нудиловый суп это Которые, макароны С дыркой, это нудлсы Называются Макароновый суп, вот еще, да? Еда, девочки Я когда американцам Приехала, я говорила Я говорю Я говорю Макароны, это еда для бедных людей В моей стране Они, да, так удивлялись Я говорю, конечно Еда для бедных людей Не, ну можно есть И в ресторанах же Наверное, что в России Уже есть макароны В макаронах и ресторанах У вас есть русские Русские именно Не итальянские А русские есть Ну, они, говорю Непопулярная эта еда Она говорит Для бедных людей Про как это для бедных Такое было Удивление вообще было Ну, как для бедных Дома люди готовят Но, во всяком случае Кто хочет Как-то там поэкономить Да, и у кого Этот Худоба Вернее Вес позволяет Лопать макароны Так они Едят Дома, да? И молочную Вообще не знают Ну, вот эту вот Вермишель Вообще не знают Что это такое Никогда с молоком Ее не едят Они едят ее С томатными соусами Как эти Как итальянцы Как итальянцы Ну, я имею в виду Это Чина Это Чина Это Чина Это Японо-матерное место Суши И всякое Суши Да, он говорит Так там же мексиканцы работают В этом японском ресторане Конечно А где же они Еще не работают А, ордер Ого Летт Латинно-американская Молодежь Шримф Шримф Куриный Этот самый Будем мы его Наверное Брать То есть Не захотели Вообще В фудкортах Магазинов Не бывает В них не бывает Ну, то, что Не бывает Но еда Не такая Вкусная Как На улице Вы найдете Какие-то ресторанчики Эти Я уже боюсь Говорить ресторанчики Потому что Все в Америке Называется ресторанчиками И все И вот Не, ну это вот Не ресторанчики Называются Фудкорт В магазине А так Если это будут стоять На улице Такие места То Они будут Называться ресторанами Да, потому что Меня кто-то поправлял Какой-то ресторан Выглядит Как Забегаловка Как Скафушка Да Но они называют Ресторанами Поэтому я не могу Его назвать Ничем Ни кафе Ни Столовая Ничем Так называются И Макдональдс Тот же И КФС И Бюргер Кинг Все это Называются ресторанами Я уже говорю Еще раз повторю Девочки Кто Переписывается С женихами А такие есть И у меня на канале есть Так имейте ввиду Что Если он вам говорит Я живу одиноко Как ты питаешься Там готовишь Да нет Я не готовлю Я ем в ресторанах Имейте ввиду Что он Не ходит По таким ресторанам Как у вас Что как пошел С белыми скатерками Девки с длинными ногами Эти официантки Мини-юбки Потом До упаду Танцы Потом Значит Блюдо И ползарплаты Отдай Имейте ввиду Что это совсем не так Вот Поэтому ресторанами Называется Все Здесь Еще раз говорю Есть фэшн рестораны Вот эти вот Которые Такие Ну очень Самые С белыми скатерками И прочее Но таких мало Есть Я Где-то На дней Пять назад Три дня назад Там выставила Да Темный ресторан Называется Видео Темный ресторан Там Ну немножко Там минут на пять Этот Часть этого ролика Темнотища Музыка Тесный Орут Белые скатерти Все Тебе Этот Подносит Уносит Сметает Щеточкой Со скатерти Крошки После первого блюда Второе Вкусно Все Итальянский Был ресторан Но Вы видите Как они выглядят Танцуют В Америке Вы знаете Я наверное Не была ни в одном Ресторане Я была в одном Ресторане Где Немножко танцуют Там играет рояль Нет Там что-то было Еще И маленько Танцевали Не Не в одном Но за все Время была Может быть Раз и три Муз Там Где танцуют Очень мало Их ресторанов Вот Иордер Ханечка Вот Иордер Ага Иордер Найс Мясо Мясо Сыр Мясо А вот Это картошка Беконом Сыром Политая Картошка Филистейк 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 Грин пеппер Онин И халапино Грин пеппер Болгарский перец Лук И халапино Это вот эти Острые Острые Перчики Добавляет Грин пеппер Острог Открывая Парк Это Острог Это Острог 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 Смеш так все картошка очень вкусная с беконом то есть поджарить картошку отдельно бекон ну то есть вы решили сало мясное и сыр сверху который растает и бекон сверху слепила я слушайте но халапино очень спайсивый honey for you халапино ну дайте я ему дам тебе халапино очень-очень острый вкусно меры нет а здесь булка маленькая видите она прилипла все поэтому у меня получилось у нас есть нет она она Очень вкусно. Я жую, поэтому молчу. Молчи, Елена, за умную сойдешь. Булка пустая, она не очень... Не такая, как... Сабвэя. Сабвэя, кто знает. Там покрепче, там батон. А здесь такая легкая. Вкусно. Я сказала, что в фуд-корках, в магазинах, еда не такая хорошая, как просто на улице, да? Ну, просто я имею в виду по дорогам, которые ресторана. Ну, вот это вкусно. А это китайское место. Рис, приветки, курица. Ну, китайская, и все сладкое, знаете, да? Ну, и все сладкое. Как они, интересно, готовят для тех людей, у которых сахарный диабет. Вон она каждому предлагает стоить. Баночку держать, чтобы попробовали. А никто к ней не подходит. Терияки, курицу туда. Не, не терияки. Ну, как-то там у меня у них называется. Сладкую курицу туда положат, маленькую баночку и прилагают. Всем. Проходящим. Ну, боже, какая картошка вкусная. Я все пытаюсь приготовить, так уж и забываю. Только бекон должен быть мясной такой, вызаренный. Или ветчину мелко-мелко-мелко порезать. Поджарить. Нет, ветчина уже копченая, будет не тот вкус. Вкусно. Какая-то холмаська, you pay. Сорена. Монисры. 23 доллара за все. Вот эти дядьки выбирающие и тетки здесь. Не здесь, а везде. Везде. По молам они ездят с тележками, да? Ну, и фудкорты и в моле вообще там. По проходам в моле. Они всегда из других стран. И всегда почему-то белые. Из этих стран. Ну, как-то я встречала Албания. Кто-то с кем-то, по-моему, Хадман там заговорил. Что-то такое. Но никогда я не вижу русских. Никогда. То есть, кто пишет, что будешь там чистить, убираться и в уборщице пойдешь. Я, вы знаете, я даже ни одно не встречал. В магазинах или где-то, вот таких людных местах, уборщиц русских не встречала. То есть украинских и наших Советского Союза. Есть, которые дома ходят, убирают? Открывают свою фирму, регистрируются. Ну, или одна из трех подружек фирма открывает, и они втроем там или вдвоем ездят убирать дома или офисы. Лицензию покупают, потому что тебя регистрируют, чтобы ты ничего не украл и не был придурацко-дерганый, например. Там, по-моему, на лицензию надо или нет обследования. Или там не надо, там для тебя просто посмотрят. Ну. А вот насчет уборщиц не видела ни одной. А, есть, есть, слушайте, из Прибалтики люди, да-да-да, формула семья. Ой, как они давно в этой фирме. У них своя фирма, да, ну, на себя, частный предприниматель. Муж уже на вдвоем работает, у них трое детей. Русскоязычники, язычные из Эстонии, русские. И они давно-давно, они офисы, по-моему, убирают. Ну, вот, ну, наверное, это имеет смысл, если они давно убирают. Свой дом, у них трое детей. Дети там один уже отучился, в колледже другой учатся, ну, как. И это. Вот они, да, ну, вот знаю одну. Ну, опять же, это что-то себя работает, это с ним вот здесь ходить, под менеджером там, да? Между людьми прибирать. А те, они, кстати, ночью и вечерами работают, вот те вот, которые прибалтики-то. Вот, так что, наши, говорит, убирают унитазы, чистят. Не видела я чистящих унитазов. Не знаю. За все время. Я кушаю, извините. Ну, что ж, я буду держать вот так камеру и ничего не делать. Я кушаю. Чайнисовская, ой, это вот, ну, да, китайское место, а работают в Мексико. А мы берем эти чайнисовские. А, Лузиана. А, Лузиана. Да-да-да-да-да. Кэйджин? Как вы называете Кэйджин? Кэйджин. Кэйджин. Да-да-да-да, Кэйджин Фуд. Очень острая еда, но вкусная. Но она такая, она, то есть, похоже на американскую. Да, я думала, это это, китайская. Смотрю, девки-то не китайские. А, поняла я, значит. Не, это вкусная, такая острая, она, ну, острая. Кто любит? Горченая. Вот, она, наверное, в этой картошке, которую я съела, там, по-моему, не только сыр, сыр желтый, а белый, по-моему, либо соусом, пока панал. Ну, то есть, такой, типа, оранж, соус, да? Ну, что-то такое, похоже на сметану немножко, а только будет горячий. А потом сыр, то есть, вместе с этим комбинезончиком, да? Классный. Но она ничего, просторный комбинезон, скрывающий там что-то. Молодец. Сильно так еще ничего. Девушкам, ой, нет, не очень она, этот, кремовый костюм, развернулась. Не очень, кремовый увеличивает. Был бы он черный. Девочки, говорят, зачем вы, говорит, людей осуждаете? А канал называется, прочитайте название канала, во-первых. Во-вторых, если я не буду осуждать, так я, что мы с вами делаем-то, на что показываем-то? Как сидеть, молчать, людей показывают, так вы их сами будете осуждать в уме. Если сидите одна, значит, сама с собой. А если вы, шанишка, бринь. А если будете с кем-то, значит, подружке будешь рассказывать. Я какой дурацкий цвет выбрала, с большим животом, этот комбинезон. Самсунг лайкзаж, мне это самое. А, слышите, вот он и подсказал, это горит не соус, это горит наверно майонез там. то есть на жареную картошку ну собственно не на не нам не на масле наверно она печеная тоже french fries который на майонез но больно какой-то белый майонез такой а потом сыр и все это какой-то подогретая там вот ну так вот мы поели очень вкусно хорошо скажите калорийно да но уже более двух часов дня мы первый раз съели это все вот даймонцы 40 процентов написано скидка даймонцы это бриллиант покупайте бриллианты 40 процентов скидка все даймонцы ювелирное украшение крисмоса все покупают потому что они в на скидках к этому гражданству вот